Меня зовут Саурин, можно я задам вопрос? Вон туда и... Говори. Вот у меня такая проблема, я все время, я попадаю на деньги. Муж взял деньги первые, сказал в бизнес, ушло. Подружка взяла, все время брала от меня кредиты, потом большой кредит взял, потом не стала платить. Потом, получается, в Астану переехала, я за 8 месяцев заплатила за аренду квартиры, через месяц меня начинает выгонять эта компания, которую мне предоставляла, оказывается, парень проиграл все эти деньги, я сужусь. И все время у меня, получается, деньги мне не возвращают. Еще раз, давайте про деньги. А когда тебе не возвращают долги, когда ты все раздаешь, эта сумма... Вот заметь, вы заметили, когда появляется лишняя сумма денег, которую ты не знаешь, что с ней делать? Вот у тебя всегда была тысяча долларов, тебе дали премию 500, еще родители заняли, и, короче, у тебя откуда-то нарисовалось лишние 800 долларов. Человек пять подходит и спрашивает именно 800 долларов в долг. Замечали? Это та сумма, которой ты не готов. Это та сумма денег, на которые у тебя нет планов. И если у тебя нет планов на собственные деньги, найдутся рядом люди, у которых есть планы на эти деньги. Да. И все. Поэтому, когда у меня начинают занимать в долг или спрашивать одну и ту же сумму в течение недели, я понимаю, что я какие-то деньги не распределил. Я сажусь и придумываю там, вот это мы купим, вот это, это, вот это. А теперь тебе надо забыть, что они же тебе не отдают? И ты же даже им звонишь, они тебе говорят... Во-первых, ей добавь письма прощения и забудь вообще про эти деньги. И направь всю свою энергию на то, чтобы заработать. Если ты начнешь, направишь свою энергию на то, чтобы забрать или как-то выбить там, в суд подать, ты начнешь терять в доходах, и те деньги не вернуты, и эти не заработаешь. Это уже проверял много раз, и это прям закон, мне кажется, вселенский какой-то. Поэтому просрало – оставь. Заработай новый. Когда тебя кидают, ты говоришь, другие заработают. Понял? Но следующие не раздавай. Очень много предпринимателей, короче, ладно, много. Как-то приходил парень. Он говорит, я зарабатываю 30 миллионов тенге в месяц. Я на него смотрю, по человеку, который зарабатывает 30 миллионов, это как-то всегда чувствуется. Я не знаю, это вот энергия другая, он там поувереннее немного, да, такой. А я к нему подключаюсь, ну там 2000 долларов больше нету. Я на него смотрю, я говорю, слушай, ну что-то ты врешь. Я говорю, расскажи, что у тебя там происходит. И он начинает рассказывать. У него там 18 компаний, из них одна прибыльная вот эта 30 миллионов генерирует одна компания. Все остальные он содержит за счет этих денег. Шесть лет. И мне нравятся вообще предприниматели, потому что им когда говоришь, они делают. Закрой все. И он закрыл 16 компаний в один месяц. Он через месяц пришел, я говорю, закрыл. И по нему уже было видно, что у чувака 30 миллионов в месяц. Поэтому, когда ты к деньгам не готов, ты начинаешь их сливать, раздавать. Ты начинаешь содержать людей. Ты начинаешь создавать компании, которые убыточные. И такой типа, сейчас мы ракету запустим, сейчас подождите. Но это твоя неготовность к деньгам. Очень важно человеку, когда ты прорываешься в деньгах, быть готовым к этим деньгам. Они могут раздавить тебя в лепешку, ты даже не поймешь. Ты будешь, тебе будет казаться, знаете, во-первых, гордыня непомерная. Тебе кажется, что у человека ощущение собственной уникальности возникает, когда он зарабатывает чуть-чуть больше, чем в среднем по стране. Вот это примерно где-то к миллиону, когда подбираешься, ты уже все. Ты почву уже не чувствуешь под ногами, и все там ниже тебя, и ты там выше кого-то. Это уже та сумма, которая уже заставляет тебя деформироваться. Если ты эту деформацию не выдержишь, тебя начнут отнимать. Если выдержишь, тебе дадут 10. Поэтому очень важно через эту сумму перепрыгивать, психологически, эмоционально выпрыгивать. Ты не сможешь выпрыгнуть за нее, если ты внутри не готов. Тебе даже принесут, ты все раздашь. И поэтому, когда говорят, лучше дайте нам, если ты не смог себе заработать, тебе дадут, ты все равно потеряешь эти деньги. Поэтому к деньгам готовьтесь. И вот эти покупки, которые типа трусов, часов, нереально дорогих, которые, кажется, зачем ты столько денег потратил, лучше бедным детям отдал. Вот так говорят. Не отдавайте бедным детям, купите себе что-нибудь, умрите на три дня, и воскресните потом из пепла, и будете зарабатывать больше. Это, знаете, это действительно работа над собой. Когда ты покупаешь такие вещи, это прям травматично. Это очень травматично. Причем ты должен, вообще лучше, конечно, чтобы был коуч или психолог рядом, который тебе скажет, купи вот это. Он с тобой поговорит, тебе скажет, вот это возьми. Самостоятельно себя пробивать очень тяжело, потому что ты себя со стороны не сильно веешь, и ты можешь купить всякое дребедение, которое не в этом вообще вопрос был. Поэтому проще заплатить коучу, чтобы он тебе наковырял и тебе сказал, купи вот это. Если в тебе возникнет сопротивление, ты скажешь, нахер мне это надо, и мне я там, короче, точно купи. Спасибо. Спасибо.